Привет, друзья! Вы на канале Александра Орлова & Co. И сегодня у нас в гостях специальный гость канала Ксения Сухарева. Прошу заметить, что она является абсолютной чемпионкой Приморского края и Дальнего Востока по фитнес-бикини. Мы сегодня с вами находимся в тренажерном зале «Импульс». Подробные описания, ссылки, адрес вы сможете найти под видео, по ссылочкам пройти, посмотреть, ознакомиться. Ну и хочу заметить, конечно же, почему мы именно здесь. Потому что здесь собраны отличные тренера, мастера своего дела. И если вы хотите приобрести здоровье, улучшить, приобрести фигуру мечты, все сюда. Рекомендую. Ксения, ну вот скажи, как ты вообще пришла в спорт? Давно ли ты занимаешься спортом вообще? Сколько лет? Ну вообще спортом я занимаюсь с самого детства. То есть я сначала на плавание ходила, на танцы, в общем, что только не перепробовала. Потом почему-то я пошла в тренажерный зал. Не знаю почему, честно говоря, просто мне так захотелось. И сначала занималась просто для себя, а, наверное, года два назад, почему? Я решила, что мне нужно заняться этим профессионально. То есть я стала готовиться к соревнованиям, стала выступать. То есть именно вот к выступлению ты подготовила свое тело, это же особый состав тела должен быть, да? И ушло это у тебя два года? Нет, не два года, на это ушло больше времени. То есть изначально же я пришла уже подготовленная к тому, чтобы именно профессионально заниматься. Но чтобы довести себя именно до такого состояния, в котором я нахожусь сейчас, ну да, примерно два года. Ну, видишь, то есть между соревнованиями соревновательный вид и межсезон, он выглядит по-разному. То есть когда ты готовишь сильно к соревнованиям, ты высушиваешься, там, убираешь лишние углеводы из себя, то есть выгоняешь в воду. То есть на соревнованиях ты выходишь таким, чтобы у тебя была прорисовка мышц. Ну и, Ксюш, я вот не могу у тебя не спросить про мотивацию. Ты достигла такого успеха, я не побоюсь этого слова, да, своего титула, абсолютная чемпионка. Какая вот мотивация должна быть? Потому что я даже боюсь представить, как это сложно на самом деле. Ну, на самом деле, да, сложно. Очень много времени уходит на то, чтобы заниматься спортом. То есть у меня, ну, каждый человек, для каждого индивидуального выстраиваются занятия. То есть у меня, допустим, сейчас три раза силовая, и четыре раза в неделю это у меня кардионагрузка. То есть мотивация, мотивация, я хотела титул. Просто, да, я хотела титул, да, я к этому шла. Именно к этому титулу. То есть бальзам на душу прям, да, когда вот получила-то вот это, что ты испытала, скажи? Ну, многие спрашивают, сколько стоит. На самом деле стоит много. Много сил, сил, терпения и то чувство, когда ты стоишь, наверное, на сцене, и называют третье место, второе, и ты понимаешь, что ты остался один. Ну, да. Это супер, да, это переполняющая эмоция, я представляю, как это. Ксюш, есть такое понятие, как признание, да? Каждый человек, когда начинает какое-то свое дело, да, вот важно ли человеку признание? Вот ты добилась своей цели? Как вот ты себя чувствовала? Я думаю, что признание всем важно. Тем более, если ты ставишь перед собой какую-то конкретную цель, если ты ее добился, тебе, конечно, хочется, чтобы тебя как-то оценили по достоинству. Ну, для меня это важно, да, ну, то есть у меня там не выросла корона, как многие говорят, такого нет. То есть, как бы я перед собой поставила теперь следующую цель в спорте, в которой я тоже иду, ну, и надеюсь, что там тоже будет признание. Супер. Ну, Ксюш, мы желаем тебе, конечно же, только успехов в твоих новых начинаниях, в достижении твоих новых целей, без препятствий на пути, только на вершину. Вперед. Ребят, ссылка на Ксюшу на инстаграм в описании под видео. У ней очень интересный контент, я подписана на нее давно, наблюдаю и вам советую. Ксюша, давай вот скажем нашим девчонкам, мальчишкам, нашим подписчикам, тем, кто далеки, допустим, от спорта, вообще с чего начать? Ну, я вот знаю, что питание немаловажно, да? Ну, да, вообще, то есть 70% это питание, а лишь 30% это уже сам, непосредственно питание, то есть должно быть 5 раз в день, завтрак, то есть завтрак, обед, ужин и 2 перекуса. То есть питание должно быть полноценным, другие углеводы, жиры, то есть для каждого человека, ну, в принципе, должно рассчитаться отдельно, как они все разные, у всех разный метаболизм, разные соотношения. Ну, ты в этом можешь помочь, да? Да. То есть утром это должны быть белки, углеводы, через 3 часа перекус какой-то, потом у нас полноценный обед, где овощи у нас также и овощи, то есть в виде клетчатки, да, там любые овощи, белок и также какой-то углевод. Потом опять у нас часа через 3 перекус и непосредственно ужин, за часа за 3 до сна мы еще раз кушаем, ложимся с тобой. То есть, ребят, ребят, голодать не нужно, не нужно, мы кушаем, мы вкусно кушаем, а то у некоторых я знаю понятие такое, что это диета, на голодовке сидишь, так не пойдет. Те, кто голодают, те, кто голодают, они тут всегда с лишним набором массы, это однозначно 100%. Вот как, понятно. Ну что, Ксюша, теперь я предлагаю пойти непосредственно в зал и ты нам покажешь несколько упражнений. Да, конечно, хватит. Пройдем? Ребят, сейчас мы вам покажем пару упражнений для ягодичных мышц. Это машина Смита называется, первое упражнение будет выпады в Смите, второе упражнение будет широкий присед именно для ягодиц. То есть, на самом деле, вообще в этой машине можно делать и на ноги, и на ягодицы, все зависит от постановки ног. Сейчас показываю на ягодичных. Давай, Ксюша, мы смотрим, внимательно смотрим, наблюдаем. Первое идет выпады. На ногах переди, спады, а сзади. Техника, то есть, приседание тоже важна. То есть, мы садимся по колену, у нас даже под углом 90 градусов, и когда мы становимся назад, упор делаем именно на пятку. Тогда нагрузка идет сзади, на личную. Выглядит так. Сделали, допустим, 20 минут, потом поменяли ножку, делаем на вторую. Ну, я свои рекомендую делать именно в этом упражнении. Я вообще люблю как бы многоповторные упражнения. То есть, это 4 подхода с максимальным весом, количество повторений 20. Супер! Ничего сложного, элементарно вообще. Ничего. Второе упражнение на ягодичные, это присед с широкопостановленным. Смотрим. В прошлое также ставим широко, получается. Садимся максимально низко, и когда встаем, упор также делаем на пятку, чтобы себе вся нагрузка ушла не в виду. Красиво. Ну вот, как-то так. А теперь смертельный номер. Шучу, конечно. Попробую теперь я это сделать. Ксюша меня обещала научить. Ксюша, что мне делать? Говори. Становимся. Становимся. Вот так вот, да, делаем? Да. Снимаем его. Ручками фиксируем. Ноги чуть-чуть пошире, носки в сторону, и чуть-чуть подальше туда поставь. Вот так, да? Да, садимся, когда спина у нас проблата, садимся, ягодицу тянем назад. Садимся. Садимся пониже, чтобы у нас работала ягодичная. Вот так. И встаем. Вот так. Отлично получается. Отлично. Буду слушать Ксюшу. Будете слушать Ксюшу? Будут у вас вот такие ягодичные, друзья. Прошу заметить. Друзья, конечно же, не обойдем стороной живот. Все хотят красивый плоский животик. Сейчас зима, и самое время начать. Что ты нам посоветуешь, Ксюш? Могу сказать сразу, что пресс не будет видно, если у нас там большая жировая прослойка. То есть, изначально пресс делается на кухне. То есть, то все зависит от питания. Ну и плюс, конечно, кардионагрузка. Пару упражнений сейчас покажу. Хорошо. Упражнение на пресс – это так называемая пружинка. Техника выполнения ее вот такая. То есть, садимся. Все тело у нас получается прямо. И теперь мы себя пытаемся вытянуть наверх именно прессом. При этом выдыхаем наверху. Вот так. Здесь работает пресс. То есть, те, кто… Новички могут себе помогать руками. Те, кто уже более, то делает вот так. О, боже. И ставить ногу. Ребята, еще одно упражнение на пресс. Ксения нам покажет. И не переключайтесь. В конце выпуска будет самое крутое упражнение. Смотрите нас до конца. Еще упражнение на пресс с фитболом. То есть, здесь будет работать нижняя часть пресса. Мы ложимся, ногами зажимаем фитбол, ручки вдоль тела. Мы поднимаем нижнюю частью пресса и опускаем. А пол, фитбол не стучим. То есть, чтобы пресс был всегда под напряжение. Ну, 100 повторений и вперед. А теперь это несложное упражнение. Попробую сделать я. Не смейтесь с меня, если у меня что-то не получится. Ложить голову. Я пускаю голову. Ой, ребята. Ой, ребята. А ноги ниже. Ой, хочется вот так помочь себе. Ну, это первый раз. Все, можно все? Легко, ничего сложного. У вас получится. Ребята, и вот оно, долгожданное упражнение, которое мы вам обещали. Смотрим, Ксюша, что это будет? Это будет упражнение на пресс. Его можно делать как с утяжелителями на ногах. Для тех, кому же, очень легко. И можно просто делать со своим телом. Ты с утяжелителями делаешь, да, конечно же? Ну, да. Сейчас покажу. В упражнении работают все мышцы пресса. Поднимаем сюда мышцами пресса. Для новичков можно делать вот так. Согнутые ноги, да? Согнутые ноги. Для тех, кто уже более-менее ворк, мы делаем вот так. При этом нужно стараться не раскачивать себя и не помогать своего образца. Все? Мы говорили, да, что это не очень легко, поэтому судите строго. Я первый раз это делаю. Попробую. Выдыхаем наверху. Выдыхаем наверху. Сильно наверху-то показала. И при этом нужно не раскачиваться. Почему-то у меня... Ну, это нелегко, ребята. Ну, раз это... А, что она болтает? Слушай. Раз. Два. А, выше. Ой, получается что-то выше. Слушай, хорошо. Ой, все, не могу больше. Ну, наконец-то я в спортзале. С сегодняшнего дня я уж точно возьмусь за себя серьезно. Я не брошу никогда спорт. И хочу задать вопрос. Ксюша, да, я давно уже об этом думаю. Вот, допустим, сегодня я пришла в зал. И вот как скорая должна начать или должна, не должна спортпит? А вообще, в принципе, обыкновенному человеку, который не готовится к соревнованиям, пить протеин, либо что-то еще не обязательно. То есть, я сама протеин не пью. То есть, из всех добавок я употребляю только БЦА. И его можно употреблять обычным людям. Это просто витамины, которые дают мышцам быстрее восстанавливаться. Чтобы от нагрузок мышцы быстрее восстанавливались. В принципе, могу порекомендовать всем только употреблять БЦА и какие-то мультивитамины, которые можно купить либо в спортмагазинах спортивного питания, либо в аптеке. Ну, чем витамины от спортивного питания отличаются? Витамины, которые куплены в спортмагазине, от в аптеке. Там для спортсменов идет более миллиграмм больше количества самих витаминов. Все, так они абсолютно обыкновенные. Пейте витамины и БЦА. Особенно девочкам, да, точно не нужно никаких протеинов собственным весом. Да, то есть из обыкновенной пищи можно получить все белки, жиры и углеводы. Я надеюсь, вам понравился наш выпуск, он будет вам интересен и полезен. Напоминаю, в гостях у нас на канале была Ксения Сухарева, абсолютная чемпионка Приморья по фитнес-бикини. Пишите комментарии добрые, оставляйте, если что-то вы еще хотите увидеть. Ставьте лайки, пальчики вверх. Пока-пока! Пока-пока!